Играет музыка То может математически как-то так сложиться, что, например, ЕГЭ и ТНС проиграют все оставшиеся матчи, и Сикрет сыграет оставшийся матч в ничью, и может быть тогда Team Empire все-таки как-то будут в винрах. Ну и даже если они не будут в винрах, то 8-8 даст им возможность быть поближе к пятому месту в группе. Пятое место в группе, не забываем, это возможность выбора соперника в Best of 1 из параллельной группы. А там, поверьте, есть из кого выбирать. Там и Cloud9, и Hellraiser, и Execration. То есть, наверное, круто было бы иметь возможность все-таки выбрать себе оппонента. Поэтому Empire будут сейчас играть со всех сил, и мы это прекрасно понимаем. По-прежнему ли вас комментируют? We'll have a light of heaven, и смотрим эту игру. 9-3 Liquid, 6-8 Empire. У Liquid еще впереди есть одна встреча. Liquid еще завтра у нас будут играть против Сикрет. Интереснейший матч будет и для одних, и для вторых. Ну а Empire, как я уже сказал, заканчивает свои выступления в группе прямо час. Но по пикам видно, что Liquid настроены серьезно. Шекер первым пиком. И после этого добавляем Winter Verne. Да, это же Liquid, который прям, мы знаем, мы видели уже сегодня, да и не только сегодня. Liquid, которые несутся, которые играют весело, которые играют забавно, но которые выигрывают самое главное. Три карты они всего проиграли. И одну они проиграли, я помню, у команды LGD вчера. Сегодня мы видели, как они проиграли одну карту у... Боже, с кем они играли? С EG они первый день проиграли, с LGD вчера, и сегодня они у TNC проиграли. Вот. Но там были жесткие TNC. Они сыграли суперкруто, и выиграть было сложновато. Да, да. Ну и TNC, кстати, если что, в этой группе идут сейчас тоже очень уверенно. Они идут на плей-офф место. У них 8-5. И сейчас у них идет вторая карта встречи против Infamous. И, скорее всего, день они закончат. 9-5 TNC. Ну и завтра TNC ждет последний матч против LGD. Очень крутой, очень крутая концовка. Будет завтра Liquid Secret. LGD против TNC. Прям все будет решаться именно в завтрашних матчах. Ну а сейчас все будет решаться от того, что же возьмут Team Empire против Winter Viverna. Инициация неплохая. Кунка будет с легкостью кого-то сажать на крест и стараться убивать. Но, к сожалению, Winter Viverna, после того, как сможет купить Glimmer Cape, будет с легкостью защищать любого из своих союзников. Придумать, как закрывать Winter Viverna. Ну, наверное, не дайте купить Glimmer. Но самое главное, что в бан отправилась Луна. И это был план точно команды Empire. Кунка, Шеду, Демон, Луна. И вот сейчас у меня вопрос. Будет это Viver? Или это будет какой-то другой герой? Для Романа. Ну, я думаю, героя Романа мы узнаем где-то ближе к пятому пику. Возможно. Возможно. Но больше всего здесь, конечно, подходит Viver, мне кажется. Кунка, Шеде уже хорошо. Это Роджер, понятное дело, плюс Мепошка. Можно выбрать сейчас герой какого-то для Гостика, который очень сильно не дает жить виверне и Шейкеру. Например, Клокверк. Как вариант. Или можно попробовать взять какого-то Бэтрайдера, чтобы можно было синицировать и увезти далеко-далеко. В этом случае Cold Embrace не так хорошо спасает, что в любом случае свою цель ты увозишь. Я бы еще добавил, что когда ты открываешься через двух саппортов, то есть ты в первой стадии забираешь и Кунку, и Шаду Демона, то ты на 100% уверен, что у противника не будет какого-то Сайленсера. Ну, например, Винтер Верна Сайленсера очень боится. В прошлой игре, где играли LFY против DC, мы прекрасно видели, как тяжело сражаться против Сайленсера подобными героями. Мирана. Да. Ну и вот сейчас мы наблюдаем за тем, как Team Empire просто решили взять такую супермобильную комбинацию, которая просто работает хорошо почти в любой ситуации. Дизрапшн и стрела. Торрент, крест, стрела. Ну, да. Какой герой должен падать? Вопрос в том, Мирана куда? Понимаешь, это... А ты уверен, что в центре они в сложную? В центре... А не в легкую. В центре она смотрится очень круто. А как насчет триплы в сложную кунка, шаду, демона, Мирана? А это хорошо. Тут как бы по-хорошему-то не до конца понимают Ликвида, куда пойдут все эти герои, потому что слишком большая вариативность. Можно пойти триплы в сложную. Можно пойти даблой в центр. Можно поставить, допустим, Мирану шаду демоном сверху. Они будут убивать почти любого персонажа и отправить, допустим, еще одного героя в центр. На пару с кункой. Вариантов очень много. И по этому Ликвидам, по идее, можно вообще там сильно не заморачиваться, не думать, как стоять на линиях. А имеет смысл просто взять любого мобильного героя. Легион-коммандер. Этот герой может пойти в сложную. Он у нас на этом турнире иногда ходил и в легкую. Может быть, не на этом, но точно ходил. Я сто процентов его видел в центре, когда он стоял против Queen of Pain. И в любой ситуации он всегда может уйти в лес. Но при этом у него самый отвратительный винрейт. Да. И здесь есть маленькая неприятность в виде шаду демона. Как бы хорошо ты не давал дуэль, но шаду демон может спасти. Поэтому лично мне Легион-коммандер в общей картине не сильно сильно. Что же, ждем мы сейчас. У флейнера, который потенциально сможет стоять на легкой. По-прежнему керри противника. Имеет смысл пока взять у флейнера. Потом можно было каунтер пикнуть. Блин, мне все равно нравится Клокверк. Хотя на самом деле... Он стоит один на легкой. Хорошо. Один на легкой? Ну, один на один. Против Легионки ты имеешь в виду? Ну да, он выжигает Яману. А на пятом уровне батарейка. Иди сюда. Виталий. Вы сегодня в ударе. Ну, блин. А, аналитика. Да. Теперь, скорее всего, у нас Легион Коммандер будет стоять один на один против Локверка. И я бы на месте взял что-то такое мобильное, что-то специальное в центр. А там много героев. Там какой-то медведь, допустим, хорошо. Например, медведь не боится шеду демона. Вот он бегает с Родиансом и толку от шеду демона. Никакого, абсолютно. Ну, медведем... Ну, Ликвид играет, мы знаем. Мы проиграли уже сегодня. Да. Мишка очень хорошо сочетается с Винтером. Его бьют, 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 бьют. А у него много жизней. И ему дают колдом рейс. Мишка прекрасно сочетается с Легион Коммандером. Если идешь пушить, то Коммандер дает пресс за атаку. И опять же, медведь убивает базу. И при этом, когда ты играешь на Клокверке, тебе очень тяжело против медведя. Потому что он бегает, что-то мачит постоянно перед тобой. И толку врываться у него нет. Но вместо медведя мы видим Фантом Лансера. Вау. Был уже сегодня у Миракля Фантом Лансера. Проиграл на Фантом Лансере он сегодня. Напомню. Ну, видимо, хочет повторить. Так, ну в этом случае нужно банить Свена. По-хорошему, Свен здесь может выиграть игру соло для Team Empire. Он вырубит Легион Коммандера. Я обращаю внимание на Блэйд Мэйл. И вырубит Фантом Лансера. Свен здесь просто рубит. Ну а Team Empire забанили Некров. Нехороший бан, но мы видели, как он сегодня на 14-й минуте Рэмбэдж делал. Он очень прикольно заходит против Клокверка. Просто нажимает на Блэйд Мэйл и Клокверк убивает сам себя. Сажает его на Кресту, опять же, Блэйд Мэйл. Ну, я считаю, что Свена это вообще идеальный бан для Ликвид. Идеальнее Свена, по-моему, никого нет. Не задумались. Ждают. Покурки говорят, да не, у нас Винтер Вивер, на какой Свен? Я Кулдом Брейс дам. Мне кажется, да, что Свен это плохо. Но всем иллюзиям-то Кулдом Брейс не дашь? Короче, я вам рыжу, что это будет Вивер. Ну, я имею в виду Вивер у Империи. Хороший бан, ну, анти-Резоль. Бан против Резоля. Проиграл ту игру? Да. Сильно не боялся? Тимак это далеко не самый сильный герой против Фантом Лаги. Единственный плюс, он очень хорошо сочетается с Шадоу Демоном. Если одевается в 7-10, там уже можно иллюзиями. Вот я ж про это и говорю. Эмбер Спирит. Эмбер Спирит хорошо. У Тим Эмпайр проблемы. И у Тим Эмпайра огромные проблемы. Им очень тяжело ловить Эмбер Спирита с Эулом. Ладно, давай тогда, если не Вивер, то что? Что-то, что бьет сплэшом хорошо. Что-то, что может побороть. Фокусить, ловить. Нет, ну, тут как бы слишком очевидно было. То есть Свен это идеальный герой. Идеальный Свена не было никого. Да, Свен действительно очень крутой герой. Но проблема, опять-таки, мы понимаем в чем. Проблема в том, что есть Фиссура, которая будет оббегать. Есть Матумба, которая будет Ману сжечь. Да, да, да. И есть Куру, которая будет бросать Колден Брейс. Но нет ни одной проблемы, которую бы не решила еще БКБ, да? Это верно. Не, ну подожди. Вот против Колден Брейса еще оружие не придумали. Не придумали. Это вообще один из самых... Лил. Лил. ОД оружие против Колден Брейса. ОД оружие против Брейса. Очень серьезное. Эндви в параллельном матче на Террл. В Лэде Хусо. Савчик. Смеяться, что ли, с нас всех? Нам по идее выиграл, нет? Еще играет. Экзакрэйшн играет против них. Битва за... За ним часть сетки. Серьезная такая битва за ним часть. Там Клоден Невероятно важные матчи. 3-9 у Экзакрэйшн. 1-9 у Клоден Невероятно важные матчи. И там... Там игра, в которой решается тоже очень-очень-очень многое. Итак. Начинаем. Мы с вами смотреть этот матч. Прогнозы. Первый, кто 15 денаев сделает, конечно же, Резоль. Меньше всего Смертей. Конечно же, ФН на Патме. Телепорты сбитые до 25 минут. 1-1. Первый игрок, который купит Блинк Даггер... Шейкер. Шейкер. Знакомим вас с игроками, которые играют. Итак, Мипошка играет у нас на Шэдоу Демоне. На Клокверк Бай Гостик. Роджер сыграет на Кунг. Сигнатурочке, сигнатурочке. ФН будет играть на Миране. И Свен от Резолюшена. Ну и наши любимчики из Ликвид имеют Миракла на Эмбер Спирити. Майнд Контрол Легион Командер. Куроку Саппорт Винтера Верна. Джейдж на фирменном Шейкере. И Матумбо Мэн Кэри Фантом Лансер. На этот раз мы видим, Матумбо будет играть на ПЛ. А не так, как это было в матче против ТНС. Где, напомним, на Фантом Лансере играл товарищ Миракл. Ну и результат был не самым крутым. Проиграли ту карту и сыграли в ничью. Ребята, ну а тут уже начинается какой-то экшен. И уже Мипошка вместе с Роджером ходили на хайграунд. Пытались кого-то чекнуть. Но никого они там не нашли. Никого они там не пережучили. Я бы на месте перцев шел бы и давил. Ну, Фантом Лансер слишком беззащитен. У него Саппорт Шейкер. Приходишь ты на сложную линию, прячешь его в Дисрапшн. Даешь Тарен, Стан и у него проблемы. Так оно и будет происходить, скорее всего. Но они идут на легкую. И в этом случае Легион Коммандер может просто уйти в лес. При желании. Я надеется, что они сейчас быстренько похарасят. Потом сбегают с Моки в мид. И постараются убить там Миракла. То есть, как бы, это хорошая была бы тема. Намекает Майн Контрол. Типа, братан, ты тут. Тут у тебя не будет экспириенса. Уйди отсюда. Пугает, пугает с штаб-камером. Контрол. Спокойно на это все. Миди там гоняет немножечко ФНа. Огромная пачка крипов. Ну и Меркл пока не дает им толком динаить. Вот тут Джаш готовит фиссуру для того, чтобы... ФНа есть второй левел. Он качает лифт. Хорошо прикрыл. Заставил использовать лифт. Да. Ну а Клокверк тут, мы видим, радуется жизни. Гоняет Куру. Темперия на нижней линии. У нас веселуха. Майн Контрол. Все нормально. Все нормально. Чувствует себя. Чувствует хорошо. Герой. Такой, которого убить нелегко. Как ни крути. 720 здоровья. Пурманс Шилд. Это серьезно. Почему у него вард лежит не вне... Кто его знает. Но сейчас Легион Командер может терпеть. Пока у нас... Так, Клокверк. И погибает у нас Гластик. Ну, пришел Джаш. Легкий фраг. Нет вижена у Империи на верхней части карты. Спокойно с мида переместился Шейкер на топ. Заработал злату для команды Ликвид. В общем, пока снизу Шаду Демон и Кунг не получат тарелу лвла. Легион более-менее может стоять. Потому что не хватает просто огневой мощи. Но потом, когда Шаду Демон качает себе Соло Кетчер. И после этого еще Кунг прокачает Крест. То Легион Командер будет отваливаться сразу. Ну, Легион Командер уже уйдет в леса к тому моменту. Там парням, конечно, нужно побрать стилу лвла. Где их взять непонятно. Но Троджер, мы видим, бегает по лесам. Где взять левел... Не сразу ясно. Выбежать в мид, бросить торрент это круто. Но не особо. Мипошка делает пулы. И, ну, хотя бы здесь пофармит немножечко. Ну, а Резолюшн, понятное дело, пока по таврам фармит. В миде что-то интересное будет сейчас происходить. Возможно. Скан на скан. Просто на одну точку одни, вторые заюзали. Мы видим, что не наступает Роджер на этот скан. День. Сложно подать. Конечно, сложно. Ну, и Джаш рядом стоит. Поэтому... Нужен смок и в миде нужна мипошка. То есть просто попытаться попасть торрентом. Какая себе затея. Ты там тратишь ману. Толком ничего эмир спирту не делаешь. И в конечном итоге один саппорт пока не делает ничего. Да, Матумба продолжает фармить. Вот все, ок. При этом из-за того, что Кунка убегает в центр. Хотя нападает на Шейкера. Имеется крест. Стрела, стрела, стрела. А стрелуник. В итоге еще минус. Пока не знает имперцы, что толком делать на карте. Не знает, с какой стороны куда подбегать. Майнконтрол вернулся на линию и готов, в принципе, здесь понаглеть. Готов поворовать экспириенс. Может быть, каких-то лесных крипов. Но мипошка тут пулит, поэтому вынужден мипошку ходить. Ой, а вот это ошибка майнконтрола. Вот это ошибка, потому что будет же стан. А нет, нам станет манейл резолюбер. Окружили, как хорошо играет мипошка вместе с резолюшеном. Майнконтрол, правда, все равно может бежать. Ну, умрет, умрет. Вот будет еще один стак к Пайзону, а иммипошка взрывает. Есть фраг. В миде прогоняет Миракл. До что в лвл с Мираклом ничего сделать не смогли. Но самое главное, да, что заработали первый килл имперцы. Страшнее станет немножечко. А теперь майнконтрол. И Гостик. Гостику сверху очень тяжело. Фантом Лансера слишком неприятный Гэри. Ты можешь постараться его закрыть, но в любом случае он нажимает на доппельгангер и убегает. А если у Фантом Лансера еще большое количество иллюзий, то весь урон от батарейки спитается. И в конечном итоге Клоквер Курятли сможет убить настоящего. Да, ты фактически не наносишь дэмэджа, и это огромная проблема от лвл 3. Тоже не знает, где, в принципе, поднимать уровень. Там, кстати, какие-то интересные мувы делает Роджер. Забежал в надежде, что никто не забрал здесь еще руну. Руну забрали? Его нашли. Джиаш, Роджер. Бежал просто-напросто. Тотем, ну, Джиаш просто погладил по спиде. А вот это вот интересно. Ипошка рядом. Торрент. Пошли. Пошли Пайзоны. Они будут через Пайзон пытаться убивать. Спрятали. Есть еще один Пайзон. Ару. Мимо. Но Джиаш должен погибнуть. Хотя Джиаш до конца Миракл убивает Мипошку, и Джиаш убивает Роджера. Печально. Ну, пока провал. Два сабборта стараются что-то сделать, но, по сути, они лучше всего дизейблит противника. Они его не убивают. Они могут дать крест, они могут спрятать его в дизерапшн. Они могут дать торрент, но у них просто не хватает урона, чтобы вдвоем убить кого-либо. Им нужна либо Мирана со стрелой, либо с молотком. Да, по-другому действительно никак, но не получается на данный момент. В итоге мы видим, быстро стягивается герой Ликвид, и, собственно, ничего не получилось сделать, пока у Мипошки вместе с Гостиком. Джиаш отрезает Резоль, она с другой стороны, но на этот раз... На этот раз не получилось. Ну, Мипошка... Смотри, Мипошка-то два стака стан по Джиашу. Еще надо. Еще надо Мипошки. Побежал Резоль. Джиаша тут не добить. Ну, а вот у самого Мипошки огромные проблемы. Он прячется. Ну, и еще Майн Контрол, а очень больно Майн Контролу. Ну, Резолюшн, наверное, не успеет никого загнать. Резоль. Резоль 335. Джиаш 355. И нет маны на стан. Варкрай через 4. И тут... Не догоняет никого. 4-1. Плохо. Плохо, плохо, плохо. Стартовали Эмпайр. Дважды умер уже Мипошка. Это неприятный момент. Ну, сверху Фантом Лайнстера можно оставить одного. Как я и говорил ранее, он слишком хорош против Клокверка. Как бы Гостик здесь не старался убивать его в один на один, но пока вариантов для убийства у него немного. И благодаря этому Винтер, Верна и Шейкер могут бегать по карте и творить экшен. Творит, а? Не дает фармить Резолю. Выбежал Роджер, но из этого сейчас будет наказан. Так, уроки, возможно. Крест. Пошел тут Бласт. И нет, за это не Круки. За это Роджер наказан будет. Не разобрались. Свен без Тана. Свен по-прежнему без Тана. Моны надо порегенить. Немножко Роджер едва-едва живой. Мипошка будет ли сейвить Роджера или что будет делать? Ну, тут писура скоро будет. Но Роджеру надо как-то по-нормальному стрелять. Ну, зачем же вы одновременно все бросаете-то? Ну, лол. Бывает. Очень классно действуют здесь ребята из Ликвид. Ну, Резолю тут не светят фраги, как минимум. Мипошка пошел дальше за мест. Два стака. Пайзона висит. Надо еще не попасть. Нет маны больше у Мипошки. Взрывает, но не получается. Ничего. Тут же Миракл. Ой-ой-ой. ФН забежал в толпу. ФН дает Старшторм. Ни по кому Джаша. Пытает дальше Мипошка загнать. Ничего у него не выходит. Джаш. Ой. Ну, короче, полнейший разнос. Курка идет, дает крест. Торрент. Свен убегает. Восполняет ману. Потом они одновременно дают все свои сплы. Никого не убивает. Даже несмотря на то, что Шейкер забегал под вышку. Это абсолютный провал. Гостик тут получает от Матумба Мэна. Сам ничего не может сделать. В итоге я потерял много времени ФН. Он сбегал вниз. Никого не убил. Ничего у него не получилось. Вот возвращается он на мед линию. Продолжает здесь Ростик фармить. А Резоль снизу. Мэднес поедут вынести Резоль. Пока не умирал. Есть один ассист. Убить никого не смог. Конечно же, что не умирал, это такое. Вот фраги нужны этому парню. Фарм ему нужен. Почему это у Резоля нет этого еще красного крутого свена? Который склэшот таким как парень. Подрите Резоль. А, нельзя это делать. Пошел забирать. Кембер много денежек здесь зафармит. Ой-ой-ой. Но, кстати, он бит. Его сейчас спрятать. Его сейчас спрятать. На. Ну, а не с этого же надо начинать. Хорошо. Клокер ворвался. Миракла. Миракл. Ой-ой-ой. Сколько же всего он впитал. Просто-напросто уходит. Ну, это... Красиво. Это красиво. Еще забрал стаки. Это действительно красиво. Милл все. Питал огромный кристалл дэмэджа. Все. Флэйм Гуард. И выжил. Не идет. Не идет в Империи. Не получается пока все туда задумали. Все, что задумают, проваливается в какой-то момент. И... Неприятно, конечно. Расслабляться не стоит. Можно продолжать. Можно попробовать что-то сделать фантом лайнсером. Если с ней получается вообще ничего, то, как вариант, сейчас демон и птица наверху. Фэнд. За ним Миракл. Миракл дальше. Тот же Гостик встречает Миракла. И Миракл побил чуть Гостика. Сам улетает. Маны мало. А тем временем Майнд Контрол нападает на Резолюшн. Прогоняет его прям под вышку. И у Резолюшн, к сожалению, пока нет КП Регина. Ничего не может сделать здесь Рома. Нужен ему хелп. Он запитает рокет и просто сбивает заряды. И вынужден уйти в лес. Тоже не самый такой полезный и хороший момент в игре. Его, кстати, пойдут, может быть, и давить в этом лесу. Умипошка по левел 4. Или просто будет бить вышку. Так. Ну вот сейчас надо цеплять. Надо цеплять. Ну и нужно какое-то продолжение. Вот он в логвер. Хорошо. Все очень хорошо. Есть под сейв. Но под сейв ненадолго. Майнд Контрол получает много дэмджа. Можно постараться еще Куроки забрать. Майнд Контрол. Более-менее. Четвером сюда стянулись. Забрали легионку все-таки эту. Ну, из-за того, что Клокер был вынужден пойти вниз, Матум Бумэн берет и забирает вышку сверху. Да. Мог зарабатывать. Роджер, естественно, ему здесь ничего не сделает. Роджер тут как бы не старался. Он всего лишь навсего получает экспириенс. И Фантом Лансер может теперь смело отправляться фармить лес. А Ликвидом можно продолжать давить вниз. Пока Свен не нафармит себе масочку. Масочку у него уже есть. Пока он еще не купит себе маску в Мэднесс. Он будет не так быстро фармить лес. И именно этим нужно пользоваться. Нужно идти и сбивать его тайминги. Вот он на верхнюю линию прибежал. Поймать Матумбу это очень сложно. Но пофармить он здесь может, по крайней мере. Вот тогда снизу не будет никого. И Майнд Контрол пойдет дальше кушать. Пойдет. Можно Роджер туда как-то отправиться. Файзы уже. Майнд Контрола. Знаю где находится Матумбу Мэн. Шадо Демона его прячет. Так развлекается с ним. Потратил Доппельгангер, чтобы убегал. Но Доппельгангер сейчас большой кулдаун, чтобы страшно ему было в какой-то момент. Очень активно перемещается. Роджер, близок был Джаш. Пошел тебе время снизу. Легион Командер впитывает. Пошла Винтерверна. Гостик. Тут рядом ФН. Довольно неприятно это может быть. Старшторм. Гостик долго думал. Гостик не дал Старшторм. И сейчас они убоят эту мру. Не Гостик, а Ростик. Ростик и Гостик. Простите, я перепутал. Дух игроков Эмпайр. Действительно долго думал Ростик. Не дал Старшторм. И в итоге мы видим, ловят их на Винтерскерс. Дуэль выиграна Майн Контрола. Прибегает там Миракл. Великолепная реакция. Очень классно. Отвечает Ликвиды на все выпады. Тим Эмпайр. И можно идти забирать вышку. Свен фармит Эншентов. И у него слишком большие проблемы. Он потратил Гост Тренч. У него очень мало ХП. Из-за того, что Варкрай всего лишь навсего второго уровня. И он не готов принимать замес. Так, Куро. Куро нападает на него. Тут же Майн Контрол. Куро. Ну и непонятно еще у кого проблемы. Гостик получает первое копье. Больно очень сильно Клокверку. Пытается дойти хотя бы до Шрайна. Но он пустой. И тут Шейкер рядом. Шейкер не даст Гостику идти к нейтралам. Миракл очередной фраг зарабатывает. Слишком пока легко эта игра выглядит для команды Ликвид. Преимущество уже 5, даже 6 тысяч. По ХПе 2 тысячи. Эх. И Эмпайр нужно просто похолодиться. Взять 6 лвла. 6 уровень на Конке. 6 уровень на Шаду Демни. После этого можно будет бегать и стараться давать хоть какие-то минусы. Тогда хотя бы будет магический прокаст. В этот момент Ликвид избегает вражеский лес, ставит свои варды. И теперь Матумба Мэн здесь может поселиться. Да, Матумба суперсильный уже. Но самое главное, что и Миракл уже разгоняется. У Миракла Еул на подходе. То есть чем дальше, тем хуже будет все. Да. Крест теперь для него будет не помеха. Он в любом случае сможет уйти, если что, вернется и от корабля. И в результате имперцы пошли давить вверх. Но урона у них маловато. Если Силен не будет давать. Сейчас в миде будут огромные траблы. Тут Роджера и Гостика будут зажимать. Вот Гостика увидели, Роджера увидели. Дуэль еще сейчас будет. Ну, корабль есть. Дуэльку выиграет Майн Контрол. Он, конечно, битый. Их всего лишь навсего двое. Да, их двое тут ничего не сделаешь. Надо разменивать Т1 хотя бы на Т1 на топе. Но очень медленно ФМ бьет пока. Даже Яши у него нет. И Resolution вместо того, чтобы бить Тауэр. И Виверна уже рядом. Виверна пошел Бласт и уходит отсюда. ФМ, правильно дела. Что Resolution? Вместо того, чтобы бить Тауэр, смотри, где он фармит. Он просто пошел фармить лес. В итоге Тауэр не забрали. Тауэр в центре отдали. И полнейший разнос демонстрирует Тимлик. Хаос. Хаос имперцы. Да, пока Хаос не могут никак найти свою игру. Нужно что-то попытаться придумать. Вот сейчас. Так, ну и Майн Контрол. Опять-таки его засейвит Куру. Стрела залетает в Майн Контрол. А курса не совсем удачная. И тут хорошо. Тут хорошо все сделали. Стрела ТФН была вовремя. Браво, молодцы. А тут, кстати, Резоль может срезать Миракла. Он дает инфу, что Миракл здесь. Но как? Как с Мираклом? Как с ним бороться? Вот так вот через Пуржу засейвил Куру. Куру постараться убить. Ну и ни того, ни другого. Дайр Курьер с Еулом, с Блэйд оф Алакрити. Супер запакованный Курьер погиб. Ну и, наверное, мне кажется, что это даже было важнее, чем условного Куроки убить. Маленький джекпот срубает имперцы. Да, действительно, очень-очень много капусты было в этом Курьере. И три минуты Миракл будет бегать без своих денежек, которые он нафармил. И которые очень бы ему не помешали. Да, и в конце концов Свен у нас возвращается в свой лес. Но ему нужно помнить о том, что в этом лесу были ликвиды. В этом лесу у нас бегали ликвиды. Они ставили большое количество вардов. Они в любой момент туда могут прийти. И поэтому фармить свой лес резолюшн вообще не вариант. Декрэйшн выиграли у Клаудная на пикарте. Преколепно. Попробуем собирать худы. Чем больше худов, тем больше. А так и думает. Ну и начался матч Evil Genius против LGD. Классный матч. Рекомендую, конечно, за ним следить. Есть скан, знает, что здесь стоят на дефенсе нескольких людей. Но Куруа всегда где-то рядом. Не отходит от героев, которым он может помочь. Отдают Джашу довольно много фарма для того, чтобы вынеснуть самый быстрый даггер. И имеет смысл подождать минутку. Пока не появится Курьер. Что-то я не понял сейчас задумки. Я тоже. Выбежал, пуржанул и убежал. Окей. Чтоб страшно было. Это палево. Явное дело Shadow Demon здесь не один. Меркл играет очень аккуратно. Да. Конечно же он тут не один. Я думаю, прекрасно Меркл все понимает. И на нижней линии уже GH подпушивает лайн. Все у него хорошо. Остается ему одного крипа убить. И есть плит. Ранее довольно Блинк. Ну, для Джаши нормальный Блинк в принципе. Ну, раньше Блинк покупает майн-контрол, чем он, да. Не угадали мы здесь с этим. Я забыл про легион командора, если честно. Он-то у Флайнер, а Шейкер он. Очевидно, что у Флайнер купит быстрый. Не всегда. Джаш иногда так саппортит, что... Ну, бывает, да. Бывает, что он слишком крут. Так, Матумба продолжает рубить Тавру. Матумбы мы видим в стэше. Лежит. Лежат почти уже не пуза. Напомню, у него в Курьере там лежал еще один Блэйд оф Алакрики. Вообще имперцы могли бы и подраться. И Ула у Эмберспирита нет. Да, тоже ничего. Зря они так забили просто. Они просто отдают Тавр. И у них нет ресурсов, чтобы спидпушить эффективно. То есть, как бы, есть Свен, который очень боится врыва Шейкера, врыва Эмберспирита. И почти ни один герой его не отпустит, пока он не купит себе БКБ. А, в свою очередь, у Ликвидов с уроном все в порядке. У них Фантом Лансер, который подходит и на пофиг все убивает. Куза есть. Необычное это явление, когда Свен боится Фантом Лансера. И он бегает, старается нафармить. А Фантом Лансер убирает вышки. Сейчас такое видишь. Ну ладно, раз идет, токий. Да, на Резолюшн улетает на нижнюю линию. Там тоже можно пофармить. Сюда подпушился Лайн. Т2 все-таки здесь упал. Ну и ушли. Ликвиды тоже сейчас фарм. Нужно дождать, дождались не этого Курьера. А Тумба с диффузами. Миракл почти уже с блинком после появления Деула. Кура девятый уровень. Тоже все хорошо. Шекер с блинком. Майн контрол с блинком, как мы видели, будет, я так понимаю, уже в Блейдмейл выходить. В Курьере даже что-то летит. Боже, сколько там всего летит в этом Курьере. Да, имперцы пошли куда-то, но, честно говоря, я не верю в то, что они могут сейчас пойти запушить. Они физически не способны это сделать. Да, 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 не хватает дэмэджа. И тут же Смоук от Ликвид. Тут же Смоук от Ликвид. Первый бежит Матумба Мэн. Он не боится спалиться. Он с хайграунда. Миракл видит Гостик. Прячет его в инвиз. Тут же просветка будет. Дуэль, но не успеет Гостик выжить. Аутов позиция. Сейчас тут демон далеко. Засайвить некому. И бежать в разные стороны. Достает GH еще и мипошку. Но мипошку не видно. И, наверное, уйдет все-таки сейчас. Ярославда, скорее всего, не достал. Тут еще и торрент. И знает, знает ли, говорит, что где-то рядом имперцы будут ли догонять. Да, догнали мипошку. И мипошка отправляется к гостику. Но по итогу получилось ужасно. Свет идет по линии. И Ликвид, я так понимаю, в первую очередь просто шли за ним в Смаке. Нашли имперцев и сами имперцы были без Свена. В итоге Шадо Демо находился очень далеко. Он просто не смог заставить Гостика. И в результате полный провал. Свен далеко, а Клот их сразу. Так, Роджер засловил его Куро. Матумба Доппельгангером, я уж подумал, будет догонять Роджера туда на хэкграунд. Но нет. Не стал так нагло и далеко бежать. Правильно, Блингнаггер появляется в Мираклана. Еще сильнее становится этот персонаж. Я вот он. Пайр Резолюшн. Пайр Готцикам сейчас найдут Миракла. Ой-ой-ой. В КБ не. Свет приехал. Ну да. Стрела в Миракла. Нормально можно рубить Миракла. Еще несколько ударов. Миракл. Отлично. Отличная стрела. Великолепная игра ФН. Шикарно. Вовремя попал. Не ожидал сам Миракл. Того, что сейчас ему прилетит. Они так размеренно все правильно делали, чтобы таймить все станы вот эти. Ну ты смотри, два важных героя погибают. И хурия. Ну на этот раз Рейденовский. Ебает. Один-один. Есть шанс запушить вышку. Свет находится рядом. Крипы есть. Можно пойти по битой 2, но они очень и очень. Имперцы слишком. Да, мне тоже кажется, что на самом деле понятно. Они проигрывают. Проигрывают много. Но действительно аккуратности у них слишком много. Ну, то есть ликвиды, допустим, когда они идут пятером пушить вышку, они не боятся того, что там пятеро имперцев. Они не боятся того, что у них курица с улом где-то летает. Или мертвая лежит таверня. И просто идут забирают. Имперцы, в свою очередь, они забирают только одну вышку за 20 минут. И их продолжают давить. А они не наносят ответного удара. Т2 в миде сейчас будет проседать. Матумба активно на него нападает. Пытается делать с иллюзией иллюзии ШД. Не совсем это хорошо работает. У имперцев есть все. У имперцев есть все необходимое. У шейкера нет ахаслэма. Идите, делитесь за свои вышки. Пожалуйста. Сейчас у меня пушка просто умрет, скорее всего. Мне просто отдали тавер. Так, на креск посидели Матумбу. Тут же под сейв. И ни одной вышки забирают. И да, и ничего не происходит. Просто дуэль на Роджера. Нет, дают. Стрела в майн-контроле хорошо. Продолжения-то все равно нет. Думают им и пари, что еще они не готовы. Ну блин, сейчас придется быть готовыми. К вам на хайграунд сейчас пойдут просто. Рановато, рановато, рановато. Ну, не знаю, рановато или нет. Миракл вообще не печалится. Рановато, рановато. Рашан. Да, Рашан. Т2 еще есть вот на верхней линии, которую можно забрать. Вот Резоль бежит. Резоль очень хочет БКБ. И очень не хочет драться без БКБ. Клокверк. Хукшот мимо. GH видно его. Но хукшота уже нет. И туда не встрять. И отходят, отходят все командой вместе. Ликвиды. Ликвиды очень размеренно. Очень хорошо. Ликвиды играют нестандартно. Да. Ликвиды понимают, что 3 поражения это много уже. Дальше проигрывать не надо. И они понимают, что эту игру им надо выиграть. Потому что завтра у них еще очень важный матч. Поэтому играют очень-очень спокойно. Размеренно. Без каких-то вот, без дефолтной вот этой ликвидовщины. Вижу цель, не вижу препятствий. Все, у них более-менее спокойно. Но тут... Они забывают проверять варды. Стоит вард номер один. Палит контору. Они даже не отрывают штук. Да. Самый типичный вард их видят. Их даже есть в центре, которая видит этот вард. Но ладно. Вашел корабль. Ну, никуда корабль. Крест после корабля. Матумба. Матумба. Его же иллюзию немножко побили, кстати. Лишает маны. Ну, дуэль выиграна. Мипошку били. Мипошка уже ничего не может сделать. Шейкер прыгает. Ну, и Гостика сейчас он отрежет. Если захочет. Ну, тут ладно. Гостика тут один против всех. Я не понимаю, где команда. И что они вообще делают. Да. К сожалению, как-то... Я уже говорил это. То есть у них как бы часть команды хочет идти драться. И, казалось бы, нужно воевать. А другая часть команды хочет пойти пофармить. И получается какой-то гламур. Да. Одни бегут, другие убегают. Ну, как бы должна быть конкретно точная инфа. То есть если даем крест, мы все бежим и деремся. Да. Или даем крест просто, чтобы поразвлекать. Мы выиграем время резоли, чтобы он вынес это БКБ. Потому что без БКБ он слаб. Давайте дадим ему время. Давайте потянем. Давайте как-то поразвлекаем их. Но не лезть в драку. Не умирать. Не умирать лишнего по двое, по одному. Потому что вот такая случайность, как убийство Миракла, она случится разочек. И все. Да, и все. Дальше будут намного осторожнее ребята из Деки. Пошли у нас перцы на... Ну, сейчас идут за Рызолем. По-моему, их видели. Там два шикарных. Да, 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 да. Нам все видно. И можно пойти принять. Хотя ты ликвид это делать. Я пошел. А что бы нет? Подраться вне базы. Когда у вас преимущество. Ой, ой, ой. Как же неудачно. Пролетело. А так эта Клокверка и не успели нажать на смог. Сейчас имперцы будут принимать. Матумба. Имперцы ждут. Мипошка. Пошел Доппельгангер. Мипошка прячется. Мипошке надо успеть спрятать иллюзию Матумба Мэна. Либо самого Матумба Мэна. И, ну, наверное, Гостика прятать надо. Мипошка думает. Долго думает. И помирает. Мипошка ничего не сделала. Гостик тоже. Да, ну, плаван был хорош. Но ликвиды все это дело прочли вот на этих двух вардах. И они, конечно же, просто были готовы нападать первыми. Даже несмотря на то, что имперцы заняли позиции. Произволю еще 700 голды до БКБ. Так, так он и вейдит драки. Монтай, Линкан на подходе у Фэна. Фэн держится на уровне, кстати, с Мираклом. То есть он фармит таки. Смотря на то, что он никого не убивает и так далее. Он фармит. Фармит очень хорошо. И это круто. Ну, вот поймали Роджера. Роджер тут уже не жилец. Конечно, дуэль будет. Или еще нет кулдауни. Нет, нет кулдауни. То есть еще Роджера убивает просто Миракл с руки. Ну, полнейший разнос. Их просто фармит. Да, слишком много реально ненужных. Абсолютно ненужных смертей. Слишком много. И за счет таких смертей у Ликвид очень хорошие артефакты. И очень хорошие левела у героев. Может не хватить. Вот тот самый момент, когда Резольт с Фэна будут готовы. А это скоро. Это через полторы... Через две тысячи голды у Фэна. Через пятьсот голды у Резолюшн. А будут они уже готовы нормально подраться. Но к тому моменту уже будет слишком сильный Фантом Лансер. Будет очень хороший левел у Шейкера. Второй ультимейт. И верно будет со вторым ультимейтом. К тому моменту, скорее всего, Эмбер Спирит успеет дофармить себе Линкен Сферу. Да. После Молнии. И вот тогда уже с ним будет очень тяжело воевать. Его просто не поймать. Ну и мы понимаем, что у Легион Коммандер, как ни крути, все просто великолепно. На подходе армлет. И есть уже плюс шестьдесят четыре. Дэмэджа. Хорошо, человек с кораблей. Кай. Упредительные. БКБ есть. Шанс. БКБ есть. Шанс. Рашан все еще стоит. Берцам нужно идти. Вот дуэль. Мипошка. Тут же прыгает сюда Гостик. Выигрывает время. Миракл рядом. Мипошку убили. Дуэль выиграна. Ну и надо что-то делать. Шейкер ультанул. Неудачно ультанул. Забежал Резоль. БКБ Резоль не включает по-прежнему. И БКБ не включает. Да потому что драка уже закончилась. И шейкер погибает. Ну смотри, убили шейкера и это нормально. Вот на Мирак можно бы прыгнуть как-то. Цепануть бы его. Но нет. Но нет. Но нет. Резоль ищет момент. Резоль дает стан. Получает курсу в лицо. Включает БКБ в этот же момент. Плохо. Плохо. Стана нет. Никого не может бить. Делает типа аут просто. Аматума добил Роджера. В общем. Не знаю. Может быть Роджер мискликнул. Но здесь вот он отдал корабль. Да. Да. Ну чисто мисклик. И они пошли. Чисто мисклик. Без корабля. Без корабля драться. Без мипошки фактически. Который умер. Ничего не вкастовал. Еще и отдал очередной дуэль. Потому что ну сейвили его как могли. Не получилось. И Фэн прожал. Ну не Фэн. Резоль прожал БКБ. И в итоге стоял. Митерскерси. Правильно сделал конечно то что улетел. Тут понятно было. Ну вот так вот потихонечку полигонечку. У Легион Командера появляется урон. И рано или поздно он будет готов пойти и забрать Рошана. Фантом Лайнсер и Эмбер Спирит. Это далеко не самые убийцы. Не самые сильные убийцы Рошана. Но вот Легион Командер. Он уже к этому готов. Пора бы забирать. Потому что имперцы с базы уже почти не выходят. Нахуй нашли еще одну демну. Очередная смерть. Сучка очередная урона. Блокверк врывается опять-таки после начала драки. И Гостику очень больно. Стрела. Мимо пролетает стрела. Резоль идет со спины. Вот он Резоль. Стан по Мираклу. Миракла пытается срубить. Но тут же сейвит Миракла. Миракл умрет. Миракл умрет. Один удар надо сделать. Били Миракла. GH. Еще один удар по GH. Резоль забирает еще одного. И это хорошо. И Куру можно сейчас постараться тоже побить. Куру в торренте стоит. Куру должен тоже погибать. Минус три. Три в двое. Ну и погоня за Матумбой. Погоня за Матумбой должна быть. Резоль Блинка у него нет. Догнать не может. Штормхаммер у него в кулдауне. Матумба. Матумба. Матумба есть дупельгангер. Он ждет нужного момента. Он ждет нужного момента. Так. Ой-ой-ой. Фен. Фен. Как больно. Фен. Спрятали его очень вовремя. Мипошка хорошо все сделал. Майн контрол. Как набаливает майн контрол. Мипошка. Ждет. Пуржанул он там майн контрол. Пуржанул он точнее Матумба Мэна. И Матумба Мэна Роджер пытается добить торрент Матумба. Урна. Добили. Это Тим Вайп Эмпайер. Как? Как они это сделали? Я не понимаю как они это сделали. Это просто жесть. В нужный момент все дали. В нужный момент все появлялись. Резоль пришел. Тогда когда надо. Фен жил просто до последнего. И пять тысяч голды. Шесть тысяч экспы. Это не конец. Резоль. Резоль ворвались на Джаша. Джаша нельзя отпускать. Нельзя. Ну нет. Нет. Гостика не убьют скорее всего. Корабль хороший. Надо добить Джаша. Хорош. Добили Джаша. А Кура еще цепануть. Кура еще цепануть. Никого нет. Они очень сильно напидели сейчас. Они невероятно сильно напидели. Они подарили просто шесть тысяч голды. Вот это. Вот это уже те ликвид, к которым я привык. Они молодцы. Они наказали Миракла за аркаду. Миракл у нас по итогу очень агрессивно ворвался. Он в конечном итоге... Конечно же молодец. Он убил шаду демона. Но там очень хорошая комбинация Черестанов. Черестана его просто похоронила. И в конечном итоге он отъехал вообще сразу. Но без линки он больше не пойдет. В этом я уверен. Нужно пофармить. Нафармить линкин сферу. А вот у имперцев сейчас начинается такой подъем. Мидас у Гостика. Да. Майлштром у Мираны. Блинк Даггер у Резоля. 18-й левел у Резоля. Ой-ой-ой, Миракл! Что ж ты делаешь? Что ж ты делаешь? Боржа, вернуть его прямо сюда сейчас. Йоул. Эх. Но был близко. Миракл. Фу-ху-ху-ху-ху. Ну, Амэр, конечно, дает жару иногда. Пошел, пошел Шейкер. На позиции находится Мипошка. Рядом находится Мирана. Они хотят кого-нибудь забрать сверху, потому что вышечка должна падать. У ФН уже довольно-таки много урона у него имеется. Надо бежать. Видят Шейкера и будут ли пробовать. Да, вот так вот. Проклятье. Будет ли стрела? Нет, стрелы не будет. Хотя, пошел Пурджи. ФН расстреливает. Майн-контрол. Ну, и Мипошка сейчас отдаст еще одну дуэль. Или не видно будет его? Не видно будет его. Мипошка. Он бьет, он бьет. Видно, да. Агро-систем. В дуэли всегда видно. Ну, он просто бьет и установится. Пошел дальше Клокер. Находит Винтер Верно. Нужно помочь. Пошел экшен, но Куро должен сейчас погибнуть. Пошел. Хороший форстап. Боже, боже. И еще и проблема Гостика. Гостик тут тоже умрет. Так. Только-только подарили надежду. И перестали ее дарить. ФН без Аганима. ФН собирает Мьолнир для того, чтобы, понятное дело, быстрее разбираться с иллюзиями. Это правильно. Но мне кажется, что Аганим здесь тоже бы неплох был. А Т2, это еще лучше. Добить только надо. Растислав отправь свои иллюзии. Пожалуйста, не строй АФК. Хорошо. Не успеют. Имперцы не успеют. Хотя, может быть, если вот сейчас побежит Резолюшн. Успеет, успеет, успеет. Успеет, все нормально. Клокверк это такое. Главное, корабль туда дать. Корабля нет. Сори. 4 секунды до корабля. Это проблема. Не добили Рошана. Есть Торрент. Пошел замес. GH едва живой. Сейвит его. Развалидовый Резолюшн. Нету GH. И на месте команды Ликвид я бы сейчас задумался о своем поведении. Ну, Свен. Свен пошел. Ой-ой-ой-ой. Как же Еулит он себя. Как же он себя Еулит. И стрела в никуда. А Клокверк порвался. Клокверк порвался на хайграунд. Просто куда ж ты, Андрей? Андрей! Слишком далеко. Дуэль по Резолю. Ай-ай-ай-ай-ай. Корабль залетел поздновато. Роджер дерется. Но тут... Ну, по итогу получилось все очень неудачно. Ну, не знаю. Один в один разменялись. По-моему, все хорошо. Ну, просто отойдите там. Перуйтесь. Дождитесь Клокверка. Да, вместе-вместе ворвитесь. Ну, не по одному же. Поэтому зачем? Фен расстреливает Миракла. Неплохо, кстати. Тем более он ему делает. Только вот маны не лишает. Это, наверное, единственный минус. Если бы еще маны лишал, было бы вообще великолепно. Так, ну и вот теперь есть небольшие, так сказать, даже, наверное, большие, огромные проблемы у Empire. Резолюшн три раза нажал на БКБ. И в целом ситуация не сильно изменилась. Они там немножечко вывели по голде. Но Ликвиды по-прежнему ведут 11 тысяч. Ну, 15-ти отыграли до 8-ми. И опять упали в 11. То есть его отыграли вообще всю игролюшн. Да, но рано или поздно БКБ будет 5 секунд. И вот тогда резолюшн может вешаться. Там и Басперед его будет вязать своими чейнами. Там и Шейкеры будут напрягать своими фиссурами. Не поспоришь. Там будет очень трудно. Ну, надежда на Фена. 8-1-1. Фен. Фен. Вот-вот-вот. Только я сказал, что маны не выжигает. И тут же Диффузуал Блейд появляется у него. Нужны Диффуза, чтобы взбивать линку. И Молнии. Второго уровня. Да, будет Мьолнир. Будут Диффуза. Это однозначно. Ой-ой-ой. Так, Микошка. Пошка еще. Он гуляет. У него даже варды нет. То есть что он здесь делает? Плюс 152 уже. Без вардов. Что он там делал? За руной ходил. Загадка. Ну так до руны еще 20. Ладно. 152 у легионки демиджа ворованного уже. 115 плюс 237. Это жесть какая-то. Это он будет делать очень больно. Джанж тут в позиции. С Аскади уже Матумбомэн. Айгис есть. Лайнсик плотный. Да, ну нужно постараться его размерить на какую-то сторону. А на то, пример, надо пытаться убить. С линкой, с мантой, с литрами. Я не знаю, как это сделать. О, как сложно его будет убить. Ой, не, это не этот герой. С линкой, с еулом. Без манты, конечно. Это просто им базу ломают. Да, кстати, база падает. Да, это есть такой минус. Матумба. И отменять ТП. Отменять же ТП. Хотя... Ой-ой-ой. Не туда, не туда, не туда, кстати, курса. Но БКБ Резоля в никуда ушло. Это самое главное. Если бы курса была в Роджера, он бы умер. Теперь без БКБ Резоля и маны его лишает иллюзиями. Ждать мерокла. Появляется травела, и вот теперь самое время подойти. Теперь это будет попроще. Так, ну маны и матумба мэна, его же иллюзии лишают. Резоль дал стан. Матумба мэн. И уходит отсюда с дупель гангера. Но недалеко. Но недалеко. Иллюзию отправил на Резоля, чтобы тот больше сторож том в хаммере не бросал. Под сейв. Стрела от ФН и не по таймингу. Матумба очень жирный. Очень жирный. Постоянный прозе атак. Под хейлд. Ну торрент надо под него поставить. В кулдауне торрент. Матумбу отгоняет. Барак пока целый. Матумба. Матумбу его же иллюзии сбивает. Матумба, ну, может быть, потеряет сейчас первую свою жизнь. Хотя мы видим, что в колденбрейсе очень-очень боится. Очередной крест. Корабль летит туда. А как насчет... 12 секунд и Звен будет готов рываться. Через 10 секунд будет БКБ. Матумба без маны. Ему надо бы умереть, чтобы стать фуловым. Он хочет, но не получается. Разменять бы кого-то еще. И в смоке остальные. Прыжок от Миракла. Фэна подвязали. Клокверк. Хорошая позиция. Вот она дуэль. Дуэль. Врывается Клокверк. Неплохо. Матумбу сберили. Майн-контрол может умереть. Жаш. Хорошая до ультимейт. Но не особо. Резольт должен зарезать его. Это уже минус 3. Ну и теперь Матумба мэна как-то надо разобрать. Фэн пытается разобраться один на один с Мираклем. И разберется. Кстати, ну не видно Миракля. Просто-напросто не видно Миракля. Он ушел в виз. Ну и в итоге забирает Гостика. Вдвоем остались. Резольт с Матумбой. Резольт с Матумбой дерется. Матумбой слишком много. ТП делает сюда. Роджер умрет просто от иллюзий. Резоль. 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 Резоль против двоих. Не очень хорошо. Но Фэн теперь и Фэн. Продолжать. Вдвоих. 2 на 2. Бараки упадут. Фэн, к сожалению, ничего не сделает. Все-таки сильнее коры команды Ликвидс, как на крути. Ну, а Эгис там сейчас играл. Резоль не может без ультимейта никого зарезать. Падают Бараки. И может Резолюшн сейчас умрет до конца за Резолюшн. Пытается драться, как Лев Львины. Иллюзии-то он убивает быстро. Катен Мипошка. Ну и Миракл. Миракл тут не поймать. Все-таки Ленка. Все-таки Еул. Все-таки Блинг. Бегает. Тут чувствует себя царем просто. Ай, ай, Мипошка. Ну, не умирает Миракл. Раз. Проклял Миракла. И, кстати, можно его убить. Ай, как бы сейчас эту тычку успеть сделать, Коги отличные. Ну, монстр килл. Аркада от Миракла. Аркада очерезо раз. Байт получился сочный. Здесь вот стоял Свен. Здесь стоял Кунка. Кунка заманил на себя всю движуху. И Свен начал рубить. Если бы не было бы Аегиса, то все было бы хорошо. Но, к сожалению, тут Фантом Лансер с Айгисом. И, ну, потеряли только одну сторону. Печально, но тут было бы... Слишком много Фантом Лансеров. Как ни крути. С этими ребятами бороться всегда тяжело. Но и когда он вынесет Баттерфляй условный, а пока он выносит Диффюжл Блейд, второго левла Баттерфляй будет немножко попозже. Ну что ж. 17-36 счет. Преимущество свыше 15 тысяч, но мы это уже проходили. Легион Командер очень скоро купит себе Блейд Мэйл. И вот с Блейд Мэйлом будет весело. Интересно, кто кого убьет? Свен Легиона или Легион Свена? Ну, мне кажется, Легионка выиграет. Ну да, мне интересно. Ну, Легионка просто тупо больше дэмэджа вороны. 152, как бы ты так ни крути. И имперцам по-хорошему нужно подраться до следующего Рошана. Если, не дай бог, Ликвиды возьмут Айгис, это конец. Это будет полный провал. И у них имеется вард. У них имеется вард, куда можно пойти и поискать врагов. Они прекрасно везде перемещаются. Кстати, Ликвиды слепые. Ликвиды не знают, где соперник. Они могут пойти. Они сейчас находятся близко. И вард показывает, где находится Матумба Мэн. Матумба Мэна можно срезать. Ой, там много людей. Пошли, пошли, пошли. А Джаш в инвизии. Джаш в инвизии. Джаш в инвизии. Очень хорошо. И все спалил. Все спалил. Джаш видит движуху. Джаш может прыгнуть сейчас в ФНа просто. Джаш в спину. Ай, как хорошо. Ай, как хорошо. Джаш дает инфу. Клокверк засейвил ФНа. ФНу надо нанести дэмэдж. ФН получает ультимейт. ФН все-таки погибает до драки. Байбека у него нет. Ну, и дальше, конечно, можно... Хороший митрекил с Фэном. Света у нас стоит. Ничего сделать не сможет. Тут врывается мир и кул довольно-таки неплохо раздамажил. Но Резолюшн пытался убивать противника изо всех сил. Но ему просто не хватило буквально пары тычек. Да, GH и его инвиз выигрывают этот момент. Не ожидали. Да, не готовы были. К сожалению, не готовы были к этому импайру. Они могли бы выиграть эту драку, если бы она была... Лучше бы сын инициировали, если бы напали сами. Бутгейм был плейт. 1-0, Ликвид. 10-3 у них становится. А Эмпайр теперь окончательно прощается со всеми шансами на сетку венеров. Они точно будут начинать с лузеров. Точно будут начинать с Best of 1. Вопрос только в том, займут, смогут ли они занять 5-6 место, чтобы выбирать соперника. Либо они же будут одной из тех команд, которые будут выбирать команды из другой группы. Узнаем мы очень скоро. Никуда не разбегайтесь. Вторая... Продолжение следует...